Функции высших порядков называются функция, которая принимает в качестве аргумента другую функцию. Функции высших порядков в императивных языках встречаются редко, хотя иногда встречаются. В качестве примера можно привести, например, функцию сортировки из стандартной библиотеки языка C. В качестве первого аргумента функцию сортировки передается бинарный предикант сравнения, с помощью которого массив, который передается в качестве второго аргумента, и сортируется. В Haskell и вообще в функциональных языках функции высших порядков используются очень часто. Более того, одна из очень простых функций, с которыми мы сталкивались до этого, является функцией высшего порядка. Эта функция известна нам оператор доллара, оператор применения с низким приоритетом. Действительно, давайте посмотрим в интерпретаторе на тип оператора доллар. Мы видим, что это полиморфный тип. Оператор доллар представляет собой функцию двух аргументов, его левый оператор или первый аргумент это функция, его правый оператор это значение произвольного типа. Собственно, код оператора доллар, как вы помните, выглядит очень просто, он просто берет и применяет свой первый аргумент к своему второму аргументу. Поэтому здесь необходимо, чтобы типы были согласованы. Тип второго аргумента оператора доллар должен совпадать с типом параметра функции, который передается в первом аргументе. Более того, результатом выполнения оператора доллар служит результат вызова функции, которая передана в качестве первого аргумента. Поскольку тип результата это B, то результатом выполнения оператора доллар служит тип B. Давайте посмотрим на несколько более интересный пример функции высшего порядка. Если оператор доллар был определен просто как F, примененная к X, то здесь функция, которая зовется applyTo, то есть двукратное применение функции, она устроена вот таким вот образом. У нас в качестве аргументов этой функции передается, во-первых, некоторая функция F, во-вторых, некоторое значение типа X. Функция F применяется к значению типа X, получается некоторое значение. Каков тип этого выражения? Тип этого выражения, как мы помним, из бератора доллара, это возвращаемое значение нашей функции F. Функция F, если она имеет тип из A в B, мы будем использовать здесь те же самые буквки, функция F имеет тип из A в B, то тогда выражение Fx имеет тип B. Но теперь наша функция F еще раз применяется к результату применения F к X. Но мы знаем, что аргументом функции F должен служить тип A. Что же это означает? Что это выражение не может быть типизировано? Нет, наш модуль скомпилировался. На самом деле у нас просто возникает следующая вещь. Как я уже говорил на прошлом слайде, у нас при выводе типов возникают уравнения на типы. Поскольку тип A и тип B совершенно произволен, то то, что здесь у нас происходит применение выражения, применение функции из A в B к значению типа B, просто означает, что тип A и B это один и тот, одно и то же. То есть наша конструкция мономорфизируется. Вот такое применение допустимо только когда A и B это одно и то же. И действительно, если мы посмотрим на тип нашей функции apply2, мы обнаружим, что первым аргументом действительно является функция, но функция, у которой аргумент и возвращаемое значение имеют один и тот же тип. А вторым аргументом является значение этого самого типа и возвращаемым значением тоже служит значение этого типа. Таким образом, нашу конструкцию apply2 мы можем применять на более ограниченном наборе функций, нежели чем доллар. Если доллар полиморфен по аргументу и по возвращаемому значению, то apply2 полиморфен только по одному параметру, параметру t, который здесь выступает и в роли аргумента, и в роли возвращаемого значения. Ну теперь, когда мы поняли, как устроено apply2, мы понимаем, какие выражения мы можем туда передавать. Например, мы в качестве аргумента функции apply2 можем передать функцию плюс 5. Это сечение оператора плюс с значением 5. И мы можем задать тип этого выражения подходящий. Ну, скажем, из типа integer в тип integer. Поэтому тип параметра и возвращаемого значения подходят. Что мы должны в качестве второго параметра этой функции задать? Ну, конечно же, мы должны задать какое-то значение типа integer. Ну, например, задаем значение 22. Применим дважды плюс 5 к 22. Получаем 32. Однако, функция полиморфная, и мы, например, можем то же самое сделать со строками. Ну, например, здесь написать строку ab и сечение оператора добавления ab в конец строки. А здесь написать некоторую строку cd. И дважды применить суффикс ab. Ну, а вот, получившийся результат выглядит именно так. Дважды применяется прицепление суффикса ab к строке cd. Ну, теперь мы разобрали более интересную функцию. Теперь давайте посмотрим на более полезную функцию. Примером более полезной функции сложит функция flip. Эта функция определена в стандартной библиотеке. Определена она следующим образом. Ей передается три параметра. В качестве первого параметра передается некоторая функция f. f в качестве второго и третьего параметра передается некоторые два значения y и x. Функция flip делает следующее. Она как бы переставляет эти параметры. Фактически функция f у нас вызывается на параметрах x и y в обратном порядке по сравнению с теми, которые ей переданы. Если мы теперь посмотрим на то, как устроено выражение flip f, мы увидим, что оно, вложение flip f по сравнению с выражением f делает следующее. Оно просто переставляет местами аргументы этой функции. Ну, например, давайте мы вызовем функцию flip на... Нам нужна функция двух аргументов. Ну, давайте возьмем оператор деления. И передадим сюда 4 и 2. Если мы... Поскольку аргументы переставятся, то у нас получится, что оператор деления применяется не к четверке и к двойке, а наоборот к двойке и к четверке. То есть получается 0,5. 2 делится на 4. Если бы мы вызывали эту конструкцию без flip, то мы, естественным образом, получили бы значение 2. Давайте еще посмотрим примеры применения функции flip. На этот раз давайте воспользуемся конструкцией flip const. Как вы помните, функция const всегда возвращает значение своего первого аргумента. И игнорирует значение своего второго аргумента. Но давайте мы теперь посмотрим, как ведет себя функция flip const. Естественно, что она ведет себя ровно наоборот. Она игнорирует свой первый аргумент выражения flip const. Помните, что применение функции левоассоциативного выражения flip const применяется к пятерке. Один раз она ее игнорирует. А возвращает свой второй аргумент. Каков же тип выражения flip const? Давайте посмотрим на него. Давайте посмотрим сначала на тип flip. Мы видим, что тип flip ровно такой, какой и требовалось. Нам передается функция двух аргументов абсолютно произвольная. И делает она следующее. Она возвращает функцию с переставленными аргументами. Ну и наконец взглянем на тип выражения flip const. Мы видим, что это функция, которая действительно принимает два аргумента, а возвращает свой второй аргумент, игнорируя первый. В полном соответствии с теми вызовами, которые мы видели выше. Продолжение следует...